Снимать, да? Да. О, ништяк. Как поступаем? Привет, GoodGame. Закончился первый день DreamHack Summer. Первый день? Да, для кого-то он оказался первым и последним. С нами Мината и Прадес. Как вы знаете. Как правильно твой никнейм? Вообще Avers. Я обратно уже поменял, наверное, месяц назад. Но раньше все называли Hades, Hades, как угодно. Просили вернуть на Avers, а я вернул. И все начали называть Hades. До этого называли Avers, когда я был Hades. Сейчас наоборот. Не знаю. Я Avers, просто Avers. Отлично. Давайте начнем с вашего прилета. сюда. Блай мне сказал, что это была очень веселая история. Что было веселого и как вы добирались? Можно только все не рассказывать? Ну, если бы рассказывал он, было бы все очень пессимистически. Но я расскажу более оптимистически. Потому что он дурачок. Получается, что так. В целом, мы сразу приземлились в Стокгольме. И нам нужно было добираться до Йончопинга. Говорили, что есть прямой рейс. Но нам сказали, что не-не-не, прямого нет. Надо через Йончопинг. Мы оказались в каком-то непонятном месте. Тусили там часа три. И потом приехали обратно. Ну, в смысле, приехали в Йончопинг. Домик, который я снял, на карте выглядит, что вот в 5 метрах. На деле, оказалось, что это километров 15 не меньше. Ну, в общем, по итогу мы ходили-ходили. И с горем пополам только к вечеру нашли, где нам переночевать. Ну, в принципе, легкая, очень легкая поездка. Ваше пару слов. Ты меня бесил всю эту поездку. На самом деле, все было не так даже радужно. Мы потратили кучу лишних денег, ездили. Люди все пытались помочь, подсказать, спрашивали, куда что. Но даже когда люди не знали, что говорить, они все равно пытались говорить. Это только сбивало. Мы искали, где купить билет на один автобус. Наверное, где-то человек 15 пришлось спросить. И обойти одну и ту же локацию, наверное, раз 7. Это без шуток. Мы просто обходили. Часа два мы просто тусили в одном месте. Даже настал период, когда мы взяли перерыв. Я просто поспал в каком-то зале ожидания. Амината ходил и наслаждался красотами какого-то села. Ну, было тяжело, но в итоге добрались как-то. Пешком прошли почти весь юнчопинг. Вот сюда в гостиницу мы ехали на машине. Там 5 с чем-то километров. Мы километров 10, наверное, шли от юнчопинга до самого мероприятия, до этой Эльмы. Поговорили с, наверное, сотней людей за это время. Ну, как-то, как-то справились. А сколько вы бы добирались вообще из дома до места проведения? Ну, у него там вообще упор эта история. Я выехал 14-го числа вечером из Одессы на поезде. Приехал первым, дождался Мината. Приехал Мината. Потом мы погуляли часа 4 по Львову. Встретили моих друзей, погостили моих друзей. И вечером в 9 часов отправились на машине к польской границе. Там было... Там нам повезло откровенно. Так получилось, что мы ехали бла-блакаром, как попутчики. Там ехала с нами как семья, где трое детей, и нас смогли пропустить через границу без очереди, как таможню пройти. Ну, а дальше упоротость, упоротость, упоротость. Мы добирались 16-го числа, а утром мы только приехали, и целый день ходили и искали, где нам пожить. Ну, у этого еще веселее. Ну, я могу сказать, что я когда ехал сюда, мне надо было сразу во Львов, потом в Польшу в Катовице, и потом только в Швецию. Мне добираться до Львова около суток, и так получилось, что мне пришлось добираться на машине. И по итогу так получилось, что я двое суток спал сидя в машинах. Сразу, когда ехал до Львова, а потом по дороге в Катовице. И когда вот вчера ночью я впервые мог не сидя спать, а лежа, это было настоящее блаженство. Ну, а так вообще тоже, в остальном все было классно. Я не знаю, чем недоволен, все было классно. Итак, вы приехали. Как вам в Швеции? Вы здесь первый раз, да? Понравилось ли Стокгольм? Понравилось ли бетчопинг? Ну, в принципе, скажем так, в среднем с украинскими городами, где я был, тут очень классно. Не, правда, тут очень хорошие люди, отзывчивые, тут очень чисто, все красиво и аккуратно. Для тех, кто любит, я не знаю, птиц, вот мне, по крайней мере, понравилось, что отсюда летают утки. Это звучит странно. Просто всюду утки. И это забавно. Можно идти и наблюдать, как утки плавают, утки кушают. Можно бросить им сухарики, как я сделал, когда мы шли. Мы же еще с собой с Украины припаслись всякой гадостью, которую будем кушать. Вот как раз утром ел сухарики, кинул утки. Замечательно, мне кажется. Короче, в принципе, очень интересно. Ну, еще стоит отметить, что все тут очень дешево. Прям по карману очень легко. Даже вот я с собой брал, я думаю, мне хватило бы долларов 50 с головой. Я бы и домой долларов 40 привез. Ну, это очень дешевая сторона, так что приезжайте, все будет хорошо. Давайте тогда перейдем к турниру. Все-таки вы здесь ради этого. Ага, не погуляйте. Кто-то ради уток, да. Все-таки. Первая групповая. Ты с Блайем попался. Как вы обсуждали эти матчи? Возможно, как-то планировали Фина обыграть вдвоем? То есть как-то выйти? И как твоя групповая сложилась? Ну, мы с Блаем ничего не обсуждали. У нас натянутые отношения. Но сегодня утром, когда он приехал, я думал, ну, поздороваюсь с ним, как нормальный человек. Блай, откровенно, простите за, может, без цензуры, я как Чмова решил не поздороваться. Просто убрал руку. Я ему тянул. Он убрал руку. Видите ли, важная персона. Я сильно хотел нахамить ему там, прям, и может даже ударить, но понял, что это лан, и как бы меня могут забанить. Поэтому я просто забил, сделал вид, что его не существует, и как бы все. А потом сыграл с Жугелиангом, сыграл с Блайем. Но с Блайем он плохо сыграл. Я боялся. У него этот стиль всегда какой-то упоротый, никогда не ожидал. Ну, никогда не понимаю, что в следующий момент от него отжидать. Если я перешел в макроигру без какого-то отставания, в основном шансы у меня хорошие. Но сегодня с ним сыграл, вот именно с ним, наверное, хуже, чем с любым другим оппонентом. Ну, все. Первую стадию. Мне повезло немножко больше у меня в первой групповой. Ну, как. Хочется сказать, повезло немножко больше, и тут сразу же первый соперник шоу-тайм. Как бы не вяжется. Но повезло в том плане, что всего три игрока, проходят дальше два, и второй игрок у меня не очень сильный швед. Несмотря на то, что он зерк, и это mid-ML, ну, я думаю, у него где-то 5500-5600 ммр, что, в принципе, он обыгрывается легко. Все же обошлось без каких-либо неожиданностей. Я знал, что я шоу-тайма прямо сейчас не переиграю, потому что я трое суток уже не играл, я, в принципе, немножко форму подрастирал, мне нужно разыграться, и я знал, что я должен обыгрывать шведа 2-0-2-0. Так, в принципе, и получилось, я вышел со второго места. Я хотел бы чуть-чуть подробнее остановиться на этих... Почему у вас такие отношения с Playm, да, с чем это связано, и все-таки в оба украинцы, и как бы все же нормально вроде как? Что не так? Ну, это, наверное, конфликт косвенно произошел из-за того, что Блайд очень хороший друг Револьвера, а я Револьвера откровенно ненавижу, он меня ненавидит, у нас было конфликтов больше, чем, наверное, в моей жизни просто с любым человеком. А Блай его всегда поддерживал, он лицемер иногда говорил, не самые приятные и адекватные какие-то вещи на стриме, там, мог сказать, что его снайперили, там, образно, что Аверс дурачок, хотя ты смотришь эту игру и понимаешь, что даже не ты играешь, и ты не снайперил, тем более такую дичь неприятно слушать, поэтому как-то так, да и, в принципе, наверное, я не самым лестным образом отзывался, не считал, я пару раз говорил, что не считаю, была я очень сильным игроком, как бы играет на такие дикие темы, к которым просто не всегда готов, он имеет опыт какую-то наркоманию катать, там, двухбазовую, трехбазовую или муту, и у него стиль такой, индивидуальный, очень редкий, и поэтому игроки часто на этом терпят. Вот и все. А ему... Раз мы говорили про револьвера, какое ваше отношение к вот этой ситуации с ДНСом, с поми, то есть, есть люди, которые говорят, что Тая, как бы, он мог так пошутить, и, как бы, все нормально, простите его, есть другие люди, которые, скажем так, более негативно к этому относятся. Что думаете вы по этому поводу? Знаете, я не знаю, каждый раз в теме, вот на Гудгейме всегда появляется новая тема про револьвера, и там почти всегда в топе есть какой-то комментарий про дно, которое было проломлено, и найдено новое дно. Я не знаю, что к этому добавить просто больше. У него было много шансов справиться, он часто вел себя некорректно, ему об этом говорили, даже я пару раз в нормальной форме, типа, Паш, тебе 30 лет, ты, как себя считаешь, нормальным чуваком? Веди себя уже хорошо, и все, никто тебя не будет трогать. Он этого не понимает, может понимает и хочет, но у него просто не получается, у него реально какие-то психические проблемы, я правда думаю, что у него могут быть какие-то проблемы, это вполне нормально, у каждого, ну, у многих людей могут быть какие-то отклонения, просто у него они более ярко выражены. Да и все, я не удивлен был, скажем так, мне просто порадовала новая тема, комментарии веселые, почитал, нормально. Ну, я лично думаю, что все-таки это, все-таки я верю, что реально, верю в комментарии револьвера, что он потроллил на эту тему, что просто решил разбавить немножко свой вечер, но получилось немножко, не очень-то разбавил, но если серьезно, то все-таки, ну, очень глупо, что на турнире за 100 баксов предлагать игроку слить матч за 5000, то есть это, ну, как-то не вяжутся цены, поэтому просто очень глупая шутка со стороны револьвера, которая очень сильно его, скажем так, погубила. Револьвер, в принципе, как игрок он, да и как человек, я думаю, он нормальный, но вот у него довольно тяжелый характер. Не, ну, правда, я думаю так. У вас разные мнения на этот счет. И злой, да. Это правильно. Револьвер, да, вот тогда. Давайте вернемся в турниру. Вторая групповая, которая прошла как бы не очень хорошо. Какие были проблемы? Почему так? Это просто соперники сами по себе сложные. Я был расстроен. Первый матч у меня был с Ютермалом. Для меня это был самый оптимальный, наверное, вариант. Потому что я понимал, что шедаун, шедаун, как его там, может победить с нута в теории, а я Ютермала. И в случае чего, ну, там, мизерный был шанс хотя бы выйти в Вейнера на тот момент. Подошел к Ютермалу, пытался черкать карту. Говорит, типа, нет, мы не будем черкать, что это за дела. Он посчитал, что по рейтингу Лигулака неправильно построен и кто играет первый матч с кем. И пошел к админу, сказал мне подождать. Оказалось, да, поменяли матч. Я пришел к Снуту, Снут тоже был удивлен, тоже был расстроен, тоже пошел к админу. Никто не хотел со мной играть. По итогу ничего не поменяли. Снут просто сам по себе очень хорошо контрит мех. Я с ним играл до этого на ладере за последнюю неделю много и почти не находил каких-то аутов, за что я мог зацепляться. Там были пару билдов, которые я мог, примерно, вывести какую-то более-менее хорошую макроигру, но для меня этот соперник очень был сложный. Сама по себе группа была слишком сложной. Я расстроился, когда эти, конечно, Ники увидел, позавидовал другим игрокам. Ну, постарался, француза выбил со Снутом, боролся как мог. К сожалению, Ютермала не получил. Когда убил француза, молился, что будет все-таки победа Снута над Ютермалом, я смогу побороться в ТВТ, потому что ТВТ я люблю. У меня на данный момент винрейт самый большой. Но не сложилось. В итоге третье место и еще домой. А что пошло не так с Ютермалом? Потому что в интервью до этого ты говорил, что зерги сильны против меха и что грибы имба. Почему не... Я, кстати говоря, про баланс. Ты сказал, что все четко и расы более-менее равны. Что пошло не так с Ютермалом? Мои слова были несколько другого характера. Я имел в виду, что рассуждать на тему баланса не имеет смысла, потому что, во-первых, мы все рассматриваем свою точку зрения. Я, к примеру, играю только мех. И мое мнение слишком субъективно. Я же не играю. Образно игроки, которые играют за рандом или хотя бы чаще смотрят другие игры, и как-то более объективно оценивают их мнение, стоит прислушиваться. А свое я не посчитал сильно важным. Единственное, я подметил, что с фармхосты, они все-таки слишком мощно с этим соглашаются. Абсолютно почти все уже. И единственный юнит, который, по моему мнению, уверенно требует какой-то поправки. На данный момент Снут и показал это. Даже не имея какого-то преимущества, он мог реализовать какие-то моменты очень сильно. По потерям во всех четырех играх я был впереди благодаря этим хостам. Если зерк использует их хорошо и микрит локустами фокусит нужных юнитов, это беда. И поэтому Снут является очень грозным соперником в данном случае. Никто так больше толком-то не умеет. Он джиглянгом пытался, но он просто бездумно этих хостов посылает. И все. Мне все равно было в принципе. Я там одну игру только проиграл, где меня поймали на контратаке сильно. Да, и все. Про Ютермала. А, Ютермала. Да, я просто больше хотел ТВТ. Я с Ютермалом играл на ладере. У меня были победы. Не знаю, сколько точно мы игр сыграли. Бывало, чизил, помню, прокси бараками. В макро его побеждал. И поэтому я ощущал себя намного увереннее в ТВТ, чем в игре против Снута. Поэтому надеялся. Я понимал, что Ютермал будет фаворитом. У меня намного больше будет шансов, чем со Снутом. Я это ощущал. Я это знал. И очень хотел сыграть ТВТ. Но как-то не зашло. У меня второй групповой. У меня был Джеральд. Польский протос. Затем Тайм. Что это такое? Запрячь телефон. Потом китайский Терант Тайм. И кроме него еще ДНС. Был бы моим тиммейтом, но нет. X-тиммейт, назовем его так. И в первый мой матч против Тайма, как мне потом сказали, ну точнее мне даже до игры сказали, что у него 6500 ГМЛ на Корее. Он входит даже в топ-16 ГМЛ Корее. Коленки у меня, конечно, задрожали, но я виду не подал. Я сидел с каменным лицом, продолжал играть. Думаю, ну, 6500 ГМЛ Корее. Повторю масс-псов, посмотрим, как пойдет. Пошло нормально. Вторая игра. Я думаю, а если добавлять не только масс-псов? Ну, я начал добавлять снова масс-псов, но что-то пошло не так. И я сообразил. Ну, Зерг же, умный игрок, все дела. Я сообразил, что... А если добавить еще и бейлингов? Добавил бейлингов, сработало снова. 2-0 легчайшее. Потом выигрывает ДНС, выигрывает Джеральда. И мне приходится играть против ДНС. Первая игра, план абсолютно стандартный. Я строю масс-псов. Я побеждаю. Что-то пошло не так. Вначале вроде бы все хорошо. Потом все-таки пришлось достраивать бейлингов. Ну, вторая часть моего плана. Этого тоже не хватило. Я понял, что надо добавлять какого-нибудь третьего. Пришлось добавить гидралисков. Добавил гидру. Линга бейны продавил, в принципе, легко. 1-0. Затем... Что-то, что-то... Да, во второй игре он построил дарков. Я их очень не ожидал. Точнее, даже я просто плохо отбился. У меня было ужасное отставание. Был, конечно, момент, когда я мог все перевернуть. Но, к сожалению, я с этим не справился. Я перемудрил. У меня в определенный момент слетели хатки. Я всю армию направил не в ту точку. Поэтому я проиграл игру просто на ровном месте. Ну, и в третьей игре тоже вначале у меня было хорошее положение. Я считаю, что я очень неплохо начал игру. Потом, немножко раньше времени я провел атаку. И, как результат, из этого я и проиграл. Это поражение меня, так скажем, демотивировало. Потому что я уже... Когда было где-то третья минута игры, я знал точно, что будет делать противник. Я знал, как против этого играть. Я знал, что у меня громадное преимущество. Но я уже так сидел, подсчитывал свои легкие деньги. Там, тысяча долларов. Там, так, ну куда я пойду разбрасываться ими по Швеции. Но, как-то меня это действительно выбило из колеи. И игры против Тайма прошли ужасно. Решающая серия. Правда, отвратительная. В первой игре я не прочитал, что это будет мех. А во второй я решил его прочизить. Но Тайм тоже, видимо, умеет думать. Он понял, что можно пойти в разведку и узнать, что делаю я. Он пошел в разведку, увидел, что у меня в второй локации. И на этом все. На этом законтрил меня. Как-то вот так и получилось. Получилось не очень. Что скажете про Игорь Блая? Он сам с утра еще говорил, что у него плохая форма. Что он, дай бог, из второй групповой выйдет. А получилось, что он прошел дальше всех. Это все-таки повезло? Или все-таки тут есть какая-то доля мастерства? Как вы думаете? Ну, это, конечно, намного хорошо, чем когда он заходил в чат и говорил, типа я 6800 гмл, да я порву там все вообще. Формлю СНГК по днем и ночью. То есть в таком роде. Тут он скромно себя повел. Это круто. Ну, сыграл со Спейсмарином. Я смотрел только частично. Там игра была первая вообще какая-то ужасная от него. Не знаю. Со мной сыграл вроде хорошо или я объективно плохо сыграл. Там сложно сказать. Может быть и то, и то одновременно. Дальше особо за его играми не следил. Проиграл там китайцу. Потом его выиграл. Не знаю. Вот Минато много там сидел с ним что-то там. Плечи ему массировал. Общались. Он больше расскажет. Я как бы особо не наблюдал. Плечи. Массаж головы. Все как положено. Ну да. Я в принципе был самым главным фанатом Блая на этом турнире. Все время сидел рядом. Мы советовались. Я ему помогал. И здесь люди шумят. Поэтому. Яные шведки. я не знаю. Потому, что это в algún момент я вылетел. Мы с Блаем его потом пересадили рядом ко мне. Прочувствовали что нам нужно сидеть вместе. У тебя есть одна голая. Блин. Ладно заканчиваем интервью. Расходимся. И получается. Получается, ну я проверил на всякий случай, и получается, что мы сидели, он как раз просил, как играл ДНС, мы порассуждали на тему того, как ему следует играть против ДНС, потом касательно ЗВЗ, вот ему нужно было играть против Тудминга, против китайца, тоже решили, ну не то чтобы решили, скажем, Блай просто высказывал мысли вслух, и я тоже делился своей точкой зрения. Так, в принципе, у него первое ЗВЗ против Тудминга не сложилось хорошо, он проиграл, но там была очень глупая отдача, даже не то что отдача, совсем безумный билд от китайца, и Блай просто был к нему немножко не готов. Против ДНС все пошло по плану, как в первой игре, так и во второй, ну и затем против Тудминга, снова-таки Блай просто собрался, Блай сыграл как следует, и Блай затащил. Так что Блай лучше всех. Ну и немножко поперлась сеткой. Ну тут и Блай сам говорил, что действительно относительно всех нас троих, вот, наверное, вторая групповая у Аверса была самая сложная, потом Дуям, и потом идет уже Саша, потому что, ну, ему действительно было проще всех. Кстати говоря, о чем вы говорили, вот ты говоришь, что обсудили игры с ДНС, кроме этого, что вы обсуждали, какие варианты рассматривали, и вообще, как проходит этот вот момент подготовки к какому-то сопернику, и про массаж там и так далее? Не, массаж в интервью нельзя говорить. Не, ну все просто, снова-таки зерговское размышление. Я ему говорю, я строил Линга Бэйна Гидралов, мне не хватило, поэтому по логике надо добавлять четвертого юнита. Собственно, он и добавил муталисков и затащил. Он говорит, я уверен, добавлю муталей, расхорошиваю его на первой локации, на второй, на третьей. Похорошу тут, там, и... Да, просто, чувак, прошел, только посмотрел, типа, что за хренья происходит? Прошу прощения. И, получается, так и получилось. Добавил муталей, расконтролил первую базу, вторую, все было хорошо. Ну, я ему, конечно, в этот момент массировал плечи, но тут без этого никак. Ну, муталии, все это... Да, можно только плечи. Муталии, все это ерунда абсолютная. Главное, массаж. Я думаю, так. В этом был его успех, вот и все. Деньги мы с ним делим пополам. Не знаю, я думаю, можно ли поговорить, где, как бы, живет Плай, но я думаю, что не будем это открывать. Но доля успеха в этом тоже есть, я думаю. Давай поговорим о самом мероприятии, тем более, что Аверс первый раз на крупном плане, первый раз на, тем более, такого масштаба, как DreamHack, как тебе само мероприятие, что-то нам понравилось, что нет, как компьютеры, как, я не знаю, не мешало ли освещение. И так далее. Какие-то моменты, которые обналали, прочувствовать можешь. Ну, вообще, я думаю, следует просто рассказать историю, как нам повезло. Мы шли до этой Эльмы пешком. По пути мы видели очень много школьников с своими системниками, которые приезжали, чтобы просто поиграть, посмотреть видосики или мультики в этом помещении, просто рядом с игроками. Вижу меня это, кажется, вообще бессмысленным. В общем, соль, что мы зашли, была огромная очередь. И насколько узнал Виталик, надо было купить билет для того, чтобы сыграть, который стоит 600 крон, 75 долларов. Мы, конечно, понимали, что придется, что поделать. И не могли только понять, где надо купить нам это, что мы игроки. И в итоге мы подходили к одному стюарту, спрашивали, куда нам. Отправили в одну сторону, мы пошли, попали в какой-то буткемп по ХС. Спустились, походили, короче, повсюду. И так получилось, что мы зашли в самую глубь и прошли всю систему безопасности. Всех охранников, которые стояли, проверяли контроль. Мы просто их прошли пешком, вообще ничего не сказав. Нас просто пропустили. И когда мы пришли в самый центр, скажем так, уже к самому Старкрафту, где все тренируются, нас спросили, как мы сюда попали вообще, кто мы. Мы говорим, ну вот, мы пришли играть. Где нам взять браслетики, что нам делать? Нас в итоге вывели, отвели, показали, где взять эти браслеты. И каким-то чудом нам даже не пришлось платить. Мы просто сказали, какие у вас фамилии и имя, проверили, есть ли мы или нет. И все, нацепили нам gold браслеты и отпустили. И мы в итоге оказались... Мы в итоге оказались, наверное, единственными игроками, которые смогли не заплатить за участие. Для нас это хороший бонус, считая, сколько мы потратили на поездах. А что я скажу? А что еще? Ну ты тоже про мероприятия можешь поделиться. Ну давай тогда я уже поделюсь еще. Ну блин, история просто хорошая от самого большего выражения. Это в целом круто, не знаю. Масштаб был очень большой, очень много людей. И вот именно неожиданно прям тысячи. Огромное количество. Каждый что-то хочет, ходит, интересуется. И это действительно было интересно побывать в гуще этих событий. Поиграть, увидеть всех этих игроков, которых некоторых знаю, некоторых нет. В целом, ну это... Как уже говорил сегодня Минато, интересный опыт. Это важный опыт. Это интересный и важный опыт. У меня все. Не, ладно. Очень все хорошо, очень круто. Если действительно так... Если не зацикливаться на турнире, вот если ты не как игрок, а просто как зритель, как наблюдатель, то это все чертовски шикарно. И та сцена, где играли CS-команды. Ну, по крайней мере, я когда пару раз бросал туда взгляд, то там играли игроки в CS, там еще что-то было. Это очень крутое, ну и, скажем, захватывающее зрелище. Да, и сама организация нашего турнира по Старкрафту, хоть относительно остальных секций, количество игроков по Старкрафту, ну, скажем такое, некрупное сообщество у нас, но все же все было организовано на высшем уровне. И, скажем, впечатления остались просто неизгладимо хорошие. Ты сейчас в команде, да, находишься? Как у тебя дела с командой? Ну, я, да. Тогда вопрос к тебе. Команда как-то участвовала в твоей поездке? И вопрос к тебе, Минатон, почему ты не в команде? Ведь недавно, как бы, ты был частью, а сейчас почему-то один. Ну, мы вообще были тиммейтами, и просто команда согласилась помочь только одному игроку на DreamHack. Как бы выбрали меня, а тут как бы, прости, Виталий, но... Ну, а на самом деле, да, команда поучаствовала, конечно, в такой незначительной сумме, я думаю, ее можно раскрыть. И, там, суммарно команда, подсказала, подкинула 7 тысяч рублей на билет, конечно, ну, скажем так, из Котовицы до Стокгольма, да, это как раз билет. Остальные траты все брал на себя, где-то что-то там, мне там помогли некоторыми суммами, к примеру, Астероид вместе со своим другом Сергеем, которые проводили турниры на Гудгеме, я их знаю, они там подкинули чуть-чуть, и в основном остальное как-то сам, то, что было, то, что зарабатывал на турнирах, там какой-то донат был, все остальное. Так, команда, да, помогла, чем смогла, скажем так, я же, потому, первый, ладно, они не рассчитывали, что я куда-то туда далеко зайду, видимо. По итогу, так и получилось, тут нельзя там винить, повезло, не повезло, ну, получилось, получилось, все, помогли. И я за это благодарен Каскаду. Думаю, кстати, после того, что только что он сказал, у него тоже нет команды. Ну, насчет того, что почему я без команды, что дело не в команде, дело во мне, это я так скажу. Ну, и серьезно, если без шуток, то в конце апреля я себе повредил руку, ну, у меня был, скажем, даже не перелом, как вывих, просто вылетела немножко рука. И, получается, очень долгое время у меня шел курс реабилитации, ну, скажем, около месяца, полтора, даже все-таки около месяца, ладно. Я реабилитировался, и вот примерно на второй неделе, как у меня был этот вывих руки от безделия, я сидел, я думаю, а что бы такого сделать? И решил, что почему бы не уйти с команды? Ну, вот я так и поступил. Ну, на самом деле, просто, скажем, были такие некие разногласия, что команда видит, ну, скажем, наше будущее сотрудничество одним. И, скажем, в одной ветве развития я вижу совсем другой, поэтому мы не сошлись, как дальше будем делать, плюс я еще был с переломом руки, поэтому я посчитал, что как-то в любом случае, когда я восстановлюсь, ну, я верил, что когда-то восстановлюсь, в любом случае буду начинать, скажем так, с чистого листа, полностью сам, попробую, что из этого выйдет. Что касается самой поездки, то большую часть денег, конечно, это за победу от Zerg Cup TV, когда он организовал этот турнир, я за него получил, ну, такую, скажем, приличную сумму, и часть расходов мне, конечно, пришлось потом потратить на лечение, ну, скажем, основная часть пошла именно с этих денег. Потом, то, что не хватает, я это растягиваю на два турнира, я еще планирую поехать в Валенсию, соответственно, тоже там, конечно, будет немножко туго по финансам, но попробую что-то с этим сделать, во всяком случае, опыт очень полезный, я замотивировался после этого турнира, и на Валенсии хочу показать более достойный результат. Отлично. Плай прошел, Плай вышел на мейджора, что вы думаете об этом противостоянии, какие шансы у мейджора, говорят, что он очень сильный сейчас, почему он, недавно он был не таким мощным, скажем так, да, сейчас он почему-то в третьей групповой, 2-0, 2-0, всех обыграл, причем у Сергов обыграл. Про шансы. Я же чувствую пеку у тебя на лице, когда ты этот вопрос задаешь. Мы просто ехали в машине и это обсуждали. Я, в принципе, ну так, на половине серьезности предлагал Минато поставить все деньги, что у нас есть на победу мейджора в матче против Плая. Поэтому вопрос был провокационный. Ну, по факту на лане очень хорошо видно, кто в какой форме на данный момент, и мейджор очень круто, именно как-то отыгрывал. Вот все настолько предельно четко, быстро и во всех моментах идеально, что мне лично за Блая страшно. Ну, как, не то, что страшно, я знаю, что, в принципе, он скорее проиграет. Ну, просто мейджор сейчас очень силен. Не знаю, его мог бы кто выбить там сильно, но, образно, Скарлетт, может быть, поборолось бы, в НИБО не верю. Может быть, какой-нибудь киллажур, который просто на мультитаске. Киллажур может именно только на скорости брать. И, может быть, в ТВТ он что-нибудь придумал, что-то оригинальное. Ну, в целом, просто парень набрал мощную какую-то форму, не знаю, где он там был, не знаю, где он сейчас живет, чем он занимается. То, что я увидел на месте, это восхищает. Ну, тоже, я, когда Блая узнал, кто его следующий соперник, я Блая поздравил с тем, что он заработал 2,5 тысячи долларов. Это как раз-таки вот за топ-16. Блай посмеялся, но, в целом, действительно, мейджор видится огромнейшим фаворитом в данном матче, в принципе. Он без особых проблем, насколько я даже видел, вторая игра против Лэмбо, он закончил ее за 5 минут. Снут. То есть, там был настолько серьезный разрыв, что Лэмбо, это первый, а кто был второй игрок? Снут. Лэмбо и Снут. Он настолько легко уделал и Лэмбо, и Снута, и при том Снута он уделал с помощью механизации в одной из игр. А до этого, минуты, там, скажем, за часа пол, за минут 40 до этого я разговаривал со Снутом, и Снут говорит, что мех изи катка. Я в нем почти не проигрываю никому и никогда. Ну и тут вот мейджор показал, что нет, не изи катка, успокоил Юн сам, и все, в принципе, на этом образовалось, образумилось. Ну, а вот касательно шансов, действительно, шансов у Блая очень мало, если, конечно, он не придумает что-нибудь за ночь экстраординарное. Если ему там какие-то высшие силы мне помогут, придумает что-то очень крутое. А так, в принципе, просто будем верить в Сашу. И, в общем, давайте подумаем над тем, кто может победить на турнире, помимо мейджора и Скарлетт, и Нибоб, наверное, кто еще сейчас силен. И почему, кстати говоря, корейцы мне так хорошо отыграли? Какие? Там же один Тру. Я даже не знаю, как Тру отыграл, честно. Свой пацан, он уже не корейец. Да, тем более, ну, Тру сам по себе, он очень такой своеобразный стиль игры имеет. Я даже не посмотрел, с кем он там сыграл. Кто шансы имеет, я не сильно верю в Нибоб или Шоу Тайма. Шоу Тайм сейчас Киллажур проиграл, и проиграл скорее по делу. Я смотрел эту игру в живую, имел преимущество, но что-то как-то... Ну, в некоторых моментах он мог намного эффективнее поступить, скажем так. Там были решения, которые он не увидел или не захотел принимать. Какие-то моменты, которые я не понимаю. Не знаю, просто какой-то зеркал. Нерча, Скарлетт или Мейджор, вот как-то так. В протасов я ни в кого не верю абсолютно. Там все умрут. Ну, только на нашего пухлого мексиканца Надежда лично моя. Мейджор, Серал или Ниб? Ну, если брать по расам, то именно такой приоритет, что вот среди Теренов сейчас самый топовый Мейджор, мне видится. Ну, я мог бы, конечно, сказать, что Тивай... О, не Тивай, прошу прощения, Тайм, потому что он такого гиганта, как Минато, делал там все дела. Но все же, если серьезно, то Мейджор. В первую очередь Мейджор от Теренов. Несомненно, Серал, даже не Скарлетт, а вот именно Серал видится мне топ-1 среди зерков на данный момент. Он тоже Скарлетт, кстати, вроде бы он выиграл, потому что он вышел с первого места из группы вместе со Скарлетт, а Скарлетт со второго. Соответственно, следуя логике, он ее должен был обыграть, чтобы выйти с первого места. Ну и получается, что вот Серал и среди протусов все-таки Ниб. Ну или протусов так особо сильных сейчас, в принципе, в регионе нет, ни в Европе, ни в Америке. Вот Ниб, Шоу Тайм. Но Шоу Тайм показал такую не особо внятную игру, как по мне. Так что вот Ниб. Закроем тему турнира. Давайте поговорим про Good Game. Часто заходите в чатики, вас можно там увидеть. На какие стримы вы заходите? Как вам комьюнити? Что мне нравится, что нравится? Ну, Good Game бывает часто. В основном это как просто для развлечения. Захожу редко, чтобы посмотреть что-то. Мне вообще нечего смотреть, чтобы я там почерпнул для себя. Мехтеранов вообще почти нет. И там просто поугарать, там зайти, посмотреть Минато, Поми, к Револьверу могу зайти. Да, в принципе, все, кто играет в StarCraft, я там могу посидеть, пеку покидать, там почитать, послушать, что говорит, как играет, образно прикинуть. А комьюнити, я, признаться, не сильно люблю наше общество, любители StarCraft в основном. Наши почему-то привыкли больше ругать, чем болеть. Иногда, я думаю, многие игроки, в принципе, я и знаю игроков, которые сильно теряли мотивацию из-за этого. То, что ты захочешь и часто видишь, там, как поносят, образно, фу, какой ты плохой, там, фу, как ты ужасно сыграл, фу, ты там не прошел какого-то фаворита. И я менталитет этот не совсем понимаю наших людей, вот, сравнить там с другими, образно. Я, когда играл отборочные на канадский турнир, проиграл дважды в финале, один раз соулу, один раз массе. И там в чате Ривкина и прочих там вот этот организаторов, там все ребята фанатели, я там говорил, я там заходил, читал. И даже когда я проиграл, они все говорили, типа, да ты вообще молодец, классно сыграл в финале, проиграл, но ничего страшного. Я просто понимаю, причем я там допустил одну такую грубую ошибку, где я мог выиграть эту игру, но допустил и проиграл. Просто зная, что после игры, если бы я зашел на чат поми, мне потом сказали, типа, фу, вообще удаляй, ты что вообще, что ты тут делаешь, сколько ты тратишь времени, иди на завод, в таком роде. И это, наверное, печально, я не знаю, с чем это связано, просто такой менталитет, не знаю, это необъяснимо, надеюсь. Я об этом не раз людям говорил, что старайтесь все-таки быть аккуратнее, потому что не сразу, скажем так, все строится, все происходит постепенно, и побед без поражений никогда не бывает. Учитывая, сколько сейчас игроков, и особенно, когда проигрываешь, образно, там, фаворитом каким-то или более сильным. Могу сразу сказать, что Good Game лучший сайт на свете, и комьюнити Good Game это самое доброе. Ребята, он просто хочет много стримить и собрать на Валенцию. И самые добрые, и самые отзывчивые люди на свете. Тут без вариантов. Если бы, конечно, в Good Game еще была белая версия сайта, то было бы супер. Ну, а так, ну да, даже без шуток, что, в принципе, комьюнити действительно есть такое у нас, что если игрок выигрывает и тащит, то за него куда больше болеют и поддерживают, а если игрок не тащит, то его как раз-таки критикуют куда больше. Ну, притом, иногда критика бывает, ну, такой, мягко говоря, что лучше не читать эту критику. Ну, так, думаю, что, в принципе, это нормально. Действительно, у нас есть такое, скажем, вот, такое свойство нашего менталитета, в этом нет ничего прям страшного или печального. Все есть, как есть. Просто нужно уметь на это не обращать внимания, как некоторые. И тогда будет все здорово, замечательно и отлично. Аверс, ты говорил, что результатом этого турнира ты будешь принимать решения о дальнейшей карьере в Стокрафте. Что ты сейчас думаешь, насколько активно ты будешь продолжать тренироваться? Поедешь ли ты, возможно, в Валенсию или какие-нибудь другие турниры? Какие у тебя сейчас планы? Я, может быть, из Старкрафта не зайду в ближайший месяц. Я был, в принципе, абсолютно серьезен. Есть вариант поехать на работу, там, зарабатывать какие-то более-менее приличные деньги. Сейчас из Старкрафта я имею не очень много. Я понимаю, что мне надо для того, чтобы зарабатывать столько, сколько там необходимо, чтобы я мог поехать на турнир хотя бы, чтобы были деньги при необходимости. Надо еще много стримить. Я стримить не люблю, не могу, я не знаю, как можно совмещать тренировки со стримом. Вот Минато тоже к этому приходит, но он более, у него выдержка, наверное, больше в этом плане. И я не вижу для всяких-то аутов. Еще там ждать месяц, еще брать где-то деньги на Валенсию. Это надо где-то заработать, какие-то турниры формить. Или еще каким-то способом. Ну, это слишком как-то призрачно. Это непонятно, как будет. Отыграл хорошо, все говорили, бу. Ну, я заходил, мне было приятно там почитать какие-то добрые отзывы после моих игр, что всем понравилось, все хотят видеть Валенсии. Ну, вряд ли как-то это получится. Я приеду, подумаю, еще что-то взвешу, но каких-то вариантов сильно для себя не вижу. Потому что зарплаты в команде, примерно, не хватает. У нас не такой большой бюджет у Каскада, в принципе. Минато и одна из причин, почему он оттуда ушел. Сложна жизнь, скажем так, Старкрафтера. И если есть вариант уехать куда-то за границу, когда он здесь сейчас, то, может, приму его. А так, я думал, если я выиграю тысячу долларов, у меня будут какие-то деньги, где я смогу, там, к примеру, мне недавно произошла определенная трата денег большая, где пришлось одолжить денег. Хочу ее возместить, я думал, смог бы возместить, у меня были бы деньги пожить нормально, и все, и на Валенсию бы хватило, и я бы занимался этим делом. Но ведь не повезло, значит, видимо, судьба. И все, мех тиранов не останется. Вы будете требовать, чтобы вернулся стрелок. А что мне, про твое... Ты можешь про свое сказать? Я не могу про комментировать, а типа, Айрс, останется. Ты же лучик света в моей карьере. Очень радостное событие, ребята. Наконец-то минус один противный мех тиран. Это приятно. Да, у нас минус один зерк, минус один тиран. Нет, 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 я в порядке. Нет, которого вы забанили недавно. А, нет. Ну, и Верди тоже, ну, получается, все это на три раз и ушли. Цвет из него исчез. Давайте поговорим про то, чем вы занимаетесь помимо фастокрафта, потому что, честно сказать, вы не на виду, редко куда-то выбираетесь, интервью, но очень мало. И хотелось бы услышать о вас какую-то информацию помимо, как бы, области фастокрафта. Не знаю, закончил в прошлом году Академию измерительной техники на метролога. Думаю, процентов 90 из вас даже не знают эту профессию. Связано с измерениями. Это, в принципе, все, что необходимо знать. Вряд ли буду по ней работать, по этой специальности. После того, как закончил как раз в конце прошлого года, начал играть активно. Увлекаюсь мафией. Это психологическая и интеллектуальная игра на 10 человек. Классическая. Долго объяснять, вы можете это загуглить. Почти сейчас в любом городе, там, в России и Украине есть клубы, которые организуют эти игры. Увлекаюсь настолками, там, какими-то образно путешествиями упоротыми. Люблю в Карпаты ездить. На лыжах катался не так много, но весело проводил время все равно. Гулял просто, много красивых мест наблюдал. Ну, Старкрафт, наверное, тоже, может сказать, моим хобби, в принципе. У меня же есть желание в него играть, а не во что больше, в принципе, особо. Не катал за последние лет пять. Там было две игры, в которые я играл. Даже в одну из них я играл где-то недели три назад, там, пару дней неплохо. Все, больше никаких прям таких сильно хобби, за которых я мог бы зацепиться, нет. Там, не знаю, картонные домики не складываю, спичек домики не реплю. Ну, там, может, Виталик что-то таким поделится. Ну, на данный момент, на самом деле, у меня будет еще более, прямо разнообразнее список. Я все-таки очень много времени сейчас решил уделять Старкрафту. Ну, по крайней мере, еще, скажем, как минимум три-четыре месяца я буду очень активно тренироваться в Старкрафт. Скажем, благо я живу в маленьком городке, где траты на жизнь, в принципе, не такие большие. Поэтому я могу себе позволить, скажем, вот, три-четыре месяца, грубо говоря, посидеть на шее у родителей. Ну, это, конечно, это очень грубо, потому что мне неприятно такое само по себе существование, скажем так. И поэтому я попробую еще три-четыре месяца активно играть. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому для того, чтобы как можно меньше отвлекаться, я очень сузил круг своих интересов до, в принципе, до самого необходимого. Кроме Старкрафта я довольно-таки много времени отдаю чтению. Потом у меня, в принципе, тоже два раза в день пробежка, потому что бег я очень люблю. И, ну, и кроме этого, стараюсь хоть понемножку, хоть чуть-чуть, но улучшать свой английский. Потому что вот как я приехал в Швецию, в принципе, я могу выражать свои мысли, и меня вроде бы как и понимают. Но то, что они мне не смеются в лицо, когда слышат мой английский, это еще ничего не значит. Поэтому нужно над этим еще поработать. Ну, а так вот, в принципе, на данный момент и все. Потому что я так думал, что если уж и хочется чего-то достигать в Старкрафте, то надо над этим работать очень много. Вот прямо не покладая рук изо всех сил. Так что такие вот у меня разнообразные увлечения. Давайте заканчивать. Завтра нам рано вставать. Снова в турнир, второй день. Какие-то последние слова? Привет и пеки. Не знаю, а вы мех, что вам сказать. Привет. Скорее спасибо тем, кто поддержал словом или делом поездку. Это я старался. Не знаю, Виталик тоже. Я старался. Ну, вот этот, видите, дурачок. Он просто веселится от проблем. Типа счастливо стоим вчера вечером. Говорит, Леша, хорошая новость. У нас дом находится в 200 километрах от того, где мы сейчас находимся. Нормально. Нормальные дела. Не повезло. Короче, постарался идти, не получилось ничего страшного. Получится в чем-то другом. В принципе, ну, надежда у вас остается тяжелая. Крепитесь, крепитесь, друзья. Вам не повезло. Передаю привет родителям, сестре. Маше, Тарасу, Илье, Жене, Даше будут смотреть. Ты смотришь, ты сбил меня. Родителям, сестре, Маше, Илье, Тарасу, Жене, Даше, Ане. Хватит. Ну и всем спасибо, конечно же, ладно. Всем спасибо, кто так или иначе меня поддерживает. Для меня эта поддержка, правда, очень важна. И я, во всяком случае, постараюсь вас порадовать. В отличие от некоторых. Спасибо. Ну, не порадует. Спасибо.